Всем привет! Сегодня у нас письмо от подписчицы. Сейчас я его зачитаю и там мы дадим с вами советы, рекомендации. Так что давайте приступим. Здравствуйте, Галина! Я на вашем канале недавно и очень восхищена вами, не только как психологом, но и как мудрой женщиной. Спасибо! Чаще всего видела, как вы разбираете истории на канале про отношения, но я бы очень хотела, чтобы вы разобрали мою историю на канале на тему отношений мамы и дочери, если, конечно, у вас будет желание. Так вот, мой крик души о том, что я всю жизнь воюю со своей мамой. Отец у меня умер, когда мне было 11 лет. Мама с папой жили очень плохо все свое детство. Помню их драки, а еще тогда моя психика начала просто ломаться. За год до того, как моего папу убили, он ушел к другой женщине, и вся злость мамы всегда выливалась на меня. Мама сама по себе женщина неласковая, редко могла поцеловать, обнять. Все свое детство, помню, это обозленность в мой адрес, что я плохой ребенок, что у меня куча недостатков. Все дети как дети, а я чучело. И куча унижений, и, конечно же, рукоприкладства. И что я такая же, как мой отец, с ужасным характером. По-хорошему, мама никогда ничего не объясняла мне, а постоянно матами говорила, оскорблениями. Так она пыталась что-то до меня донести. Угрозы, условия часто шантажировала меня. Я вечно должна была заслужить что-то хорошее от нее. После смерти папы у мамы просто появился мужчина. И для меня это был, конечно, тоже удар. Что у нас кто-то дома постоянный. Так как прошло мало времени со смерти папы, я очень сложно переживала все эти моменты в себе и проглатывала слезы. Мама меня не поддерживала и даже не спрашивала, а как я. А мне там было тогда 11 лет всего. Она активно занялась своим построением личной жизни, женского счастья. Так как с моим отцом, как она говорила, за 10 лет натерпелась и теперь хочет нормальной жизни. Я чувствовала себя ненужной, никчемной, одинокой. И позже, в 13 лет, начались мои уже сбегания из дома. Плохая компания. Я могла по два дня ночевать у друзей, потому что так сильно не хотела домой. Я забросила школу. Учителя приходили ко мне домой, разыскивали меня. Я начала пробовать алкоголь, курить. И стала агрессивной, отвратительным просто подростком. Рано почувствовала себя взрослой. Мама рыдала, хваталась за голову, что у нее такая ужасная дочь, которая пошла по наклонной. Всем подругам и родственникам на меня жаловалась. Она была в роли жертвы. Она снова только уже не со мной, а с папой. Мама продолжила меня избивать. Закрывала меня дома. Но мне было плевать. Я вся в синяках, садинах от разных предметов, которые в меня прилетали. Я сбегала из дома. Потом мама меня выгоняла из дома, забирала ключи. Я жила у своей тети, родная сестра моего папы. Тетя умела меня выслушать, понять. Всегда давала дельный совет. Она поддерживала меня в отличие от мамы, которая считала меня просто конченым ребенком. Мама желала мне смерти в порыве злости. Видимо, тогда у нее просто не хватало ума вообще не помочь вместо этого. Галя, я и сама тогда думала, что я плохая дочь, и маме не повезло со мной. Все родственники тоже об этом говорили. Я очень скучала за папой, который поддержит, защитит. Он очень изменял моей маме, тогда плохо относился к ней, но меня он любил. Когда я стала подростком, мама особо не интересовалась моей жизнью и дала мне полную свободу. Я гуляла с подружками в клубе, приходила домой ночью. В 16-18 лет особо меня мама за это даже не ругала. Она просто занималась своей личной жизнью. Я потихоньку сама начала браться за ум. Сменила компанию, не уходила уже из дома. Мамин сожитель меня не любил. Постоянно осуждал, шутил злые шутки надо мной. Подкалывал меня, что я толстая, глупая, что мне нужно больше читать. Мама не заступала из-за меня. Я впервые влюбилась и начала встречаться с парнем в 18 лет, внешне похожим на моего папу. Мой выбор понравился маме, но отношениями я не делилась, интимными подробностями тем более, так как у нас не было такого с ней доверия. Вообще, здесь остановлюсь. Никто не должен, ни родителей с детьми, ни дети с родителями делиться интимными подробностями, все рассказывать о своих отношениях. Это не нормально. Но это психотравма как для детей, так и для родителей. Поэтому, когда мы с мамой подружки, я ей все рассказываю, с кем я что встречаюсь, окей, но никаких девочек интимных подробностей этого не должно быть. Это просто не нормально. Мы этого не делаем. Мама рассталась со своим мужчиной и резко стала мягче ко мне. Меня это очень обрадовало. Я подумала, возможно, она поняла какие-то свои ошибки. Ну, потому что вы были ребенком, который ждал любви от мамы, одобрения, и она вас била. И вы всегда жили вот в этом, в ожидании, когда же мама там условно прозреет и она все-таки меня полюбит. Скажу, что я не идеальная дочь была, и мама натерпелась со мной. Но только сейчас, когда мне уже 31 год, я понимаю, что я не плохой ребенок и человек, а просто, наверное, недолюбленный. Совершенно верно. Так вот, я забеременела в 20 лет, в 21 год родила доченьку. Парень, с которым встречались, испугался ответственности, трепал мне нервы, и я решила покончить с этими отношениями. Мама впервые в жизни очень меня поддержала морально и финансово. Души не чаяла во внучке, помогала, обеспечивала. Я очень была рада, что она проявляла ласку и любовь к моей дочери, которую она проявляла когда-то ко мне. В какой-то период мы жили вместе, все было нормально. Потом мама нашла другого мужчину и съехала к нему. Мы живем отдельно уже 8 лет. Я рада, что же я живу самостоятельно. Но проблема в том, что мама невыносимо сует свой нос в мою жизнь. Звонила по 100 раз на день, контролировала меня как маленького ребенка. Мама приходила ко мне домой, давала указания, что надо убраться, что надо приготовить. Дает постоянно свои непрошенные советы в быту. Бесконечно критикует за все. Говорит, что она хозяйка, а я засранка. Критиковала меня, какая я плохая мать, что у меня часто болеет ребенок. И, короче говоря, критика во всем. Но мне больше не 11 лет. Я себя защищаю настолько агрессивно, что иногда самой стыдно становится. Что я так разговариваю, как не крути вообще-то с родной мамой. Галина, моя мама такая душная, что иногда я просто ору матом на нее, чтобы она отстала от меня. Так как по-хорошему она не понимает. И она не будет. Вот здесь давайте немножко остановлюсь. Вы раньше были ребенком. Это все происходило безнаказанно. Когда вы родили своего ребенка, у мамы немножко поменялась ролевая модель. Она поняла, что мы теперь общаемся как взрослые-взрослые, а не ребенок. Условно я могу получить ответочку, мне прилетит. Поэтому она начала вас, назовем так, гнобить. Теперь гладко с улыбкой, типа через любовь. Но критикуя, ты плохая мать, ты плохая хозяйка. Но, короче говоря, все осталось, как и было раньше. Ничего не изменилось. Изменилась форма, более мягкая, доступная, без физического насилия. Но смысл остался тоже. Ты все равно недостаточно хороша, и так далее, и так далее. Почему мамы это происходят? Ну, можно вариантов миллион вообще. А может, мама нарциссическая или еще какая-то травмированная. Неважно вообще. Здесь об этом информации как бы особо про маму нет. Но я хочу отметить, что мама не чувствует у вас конкуренцию. Есть такой момент. Знаете, есть Эдипов комплексы, комплексы электры. И мама очень сильно на вас переносила свои проблемы с папой. Потому что папа, я как я вижу, он ее не любил, изменял и так далее. А вас любил, несмотря ни на что. И она вас ревновала, скорее всего, к вашему папе. И все невзгоды. И она отчасти вас воспринимала бессознательно, конечно, не специально, как некую конкуренцию в виде вас, в вашем лице, в отношении своего супруга. Есть такое иногда у женщин, бывает. Ревнует своих детей к своим супругам. Особенно если девочки. Просто у мамы комплексы ворох, проблем своих и комплексов. К этому моменту была огромная жертва. И здесь мы понимаем, что родилась девочка, которую любят. А меня, мне он изменяет, и мы деремся с ним и так далее. А тут пример, когда он приходит, ее целует, дарит подарки, кухня. А меня бьет или меня обижает. В общем, у мамы это как-то без осознания какого-то, неосознанно могло происходить. Это мое предположение. Лишь я в этом не уверена до конца. Информации очень мало. Так вот, видите, конкуренция-то все равно осталась. Она это не может пережить. И когда вы можете по себе заметить, когда у меня успехи и что-то хорошо, мама за меня порадоваться не может. Или она как бы типа радуется, говорит комплимент, что-то хорошее, одобрительное. При этом говорит, но и где-то вот подкакает, подговнякает, подколет. Вот шпиличку вставит все равно, даже в хорошем, когда надо за меня порадоваться. Не до конца это так открыто, чистосердечно происходит. Если такой моментик есть, это все вот про эту историю. То есть, не ва, как вы сказали, я уже чувствую, что я неплохой ребенок, а недолюбленный, я неплохой человек, я неплохая... Я больше скажу, вы неплохая мать, и вы неплохая хозяйка. Если мы берем просто... Кто-то может написать в комментарии. Ну, может, вы правда засранка, дома у вас там не накормлен ребенок, убранный и т-т-т-т. Мама дельные советы дает, маму надо прислушаться. Да, блин, вы к любой женщине домой придите, у каждой хозяйки свои правила, свои нормы чистоты, красоты, там, я не знаю, накормленности, блюд и так далее. У всех все по-разному. И эти бесконечные будут холивары, войны на эту тему у любой хозяйки. Неважно, мать, дочь, жена, это она не знает, у всех свои стандарты определенные. Это лишь повод для мамы продолжить унижать. Почему она это делает? Ей нужно... Она такая у нас агрессивная жертва, ей нужно все страдать, она не видит конкуренции, не переносит, когда все хорошо, не переносит. Она вас любит. Не умеет. У мамы вообще проблемы с выражением любви, с выражением эмоций. Как об этом говорить, как любить. Вы видите, как на внучке. Почему окей с внучкой было ее, с вашей дочкой? А потому что она безопасна. У мамы вопрос только к вам. Ревность была через папу тогда, к вам ее переклинило. На внучке этого нет. Ваш ребенок со своим дедушкой не мог общаться, понимаете? Ревности никакой не было. Здесь вот в этом вопрос. Это вопрос у мамы, не в вас. Это не то, что я хорош или я плохая. Проблема у мамы, а не в вас. Дальше продолжаем. Моей маме сейчас 50 лет, и я не понимаю, почему она меня душит и контролирует. Ну, я сейчас объяснила, почему. Она давно живет одна. Личная жизнь так и не сложилась. Я думала, может, от скуки, когда она мне звонит и спрашивает, почему я до сих пор не сварила борщ, чем я занималась целый день, что я делала. Тут куча смешных смайликов, типа, даже в этом контролирует. Но это просто абсурд для взрослого человека. Меня пугает, что теперь я разговариваю с мамой так грубо, на матах просто. Могу сорваться, накричать и понимаю, что я в душе держу обиду на нее. Хоть и пытаюсь простить всю свою жизнь. Иногда мне жаль маме, что ее так я сама не уважаю. У нее ведь был тяжелый брак всю свою жизнь. Она тяжело работала, чтобы меня обеспечить. И я тоже понимаю в какой-то ее степени. Так, это ваше понимание вот в этой степени, это то, что вам мама в голову вкладывала, это ее установки. Чтобы вы ее жалели как жертву, чтобы я на тебя работала, я тебя содержала. Вот эта вся история, мы как бы рационально по-взрослому это понимаем, но в вашей голове эта история жалости к ней сидит, потому что она вас этому учила. Это часть ее манипуляций в детстве на вас, оправдание своего плохого отношения к вам, грубого и физического насилия через вот это. Типа у меня есть на это резон какой-то, типа я не совсем плохая и так далее. Вообще здесь я порекомендую, конечно, идти вам к психологу, это все прорабатывать, эта вся история так не закончится. Но у вас есть очень хорошие, скажем так, задатки на то, чтобы это закончилось, вы это проработаете, вся история это завершится. Просто маму надо немножко отдалять, по-другому с ней общаться. Сейчас к этому перейдем. Почему мама до сих пор это делает? Потому что маме надо куда-то переключать внимание, к вам еще ревность, маме нужно повышать свою самооценочку, вашу понижать. В общем, ей надо где-то это замещаться. Знаете, почему? Если она это перестанет делать, знаете, что у нее останется? И ее нереализованная жизнь, недовольство собой, что ни один мужик с ней не смог ужиться по итогу. И все вопросы, претензии, которые негатив она на вас обрушивает, все эти вопросы на самом деле к ней самой относятся. Она их должна начать задавать самой себе и понижать тем самым свою самооценку. Понимаете, она просто не вывезет этой самокритики к себе. Это тяжело и больно, она к этому не готова. Поэтому она компенсирует, выпускает через вас. Тем более такой классный повод. Если она всю жизнь это делала, это для нее привычная модель и манера поведения, все окей, нормально. То, что вы материтесь, ругаетесь, не ругайте себя за это. Знаете, почему не должно быть чувствованы? Это естественная ваша функция защиты. Для того, чтобы вас условно до депрессии уже не свело и не слышать, какое я говно, вам надо матами ей отвечать. Она вот как банный лист к одному месту прилипший не отдерешь. Потому что она классно присосалась, назовем тогда, как пиявочка к вам. У нее сложилась схема. Она по-другому просто мама не умеет. Из этой схемы надо выходить. Для начала вам начать. Тогда и схема разрушится. То есть, хоть один кто-то из схемы выходит, схема сама по себе рушится. Для этого надо к психологу вам сходить и разобрать все это детально. Выработать эту стратегию нового поведения с мамой. Но по вершкам я сейчас немножко вам расскажу попозже. Так, с моей доченькой у меня другие хорошие отношения, слава богу. Моей дочке 10 лет, отношения очень ласковые, доверительные. Дня не прошло, чтобы я не поцеловала дочку. Всегда поддерживаю, выслушиваю, пойму, а не кричу тогда на нее, как моя мама это делала. Но если даже я повышаю голос и я не права, я всегда у ребенка прошу прощения. Иногда я совершала такие грехи, как могла в порыве гнева ударить доченьку. За что я очень-очень себя винила и не прощаю себя до сих пор. Не хочу быть похожей на свою мать. Не дай бог, чтобы у нас с дочерью были такие отношения. Но моя психика не очень в порядке и злость не всегда контролирую. Ну, естественно. Сейчас, потому что вы еще и жертву насилия. Сейчас из-за войны мама живет с нами в одном доме, но в другой стране. За эти 7 месяцев, каких только скандалов у нас здесь не было. Галина, пожалуйста, прошу, помогите дельным советам, как реагировать на маму, с которой бесполезны все диалоги. Как сделать так, чтобы она дала мне самостоятельную свободную жизнь. Вот смотрите, реагировать и самостоятельная моя свободная жизнь, это два разных вопроса. Про она дала мне самостоятельную свободную жизнь, это мы идем к психологу в терапии, все это разбираем и выводим некую модель этого поведения. Не мама мне даст, не мы от мамы ничего не ждем. Постановка правильная вопроса для вас, здоровой психики человека вопрос, должен звучать так. Что мне надо сделать или как мне нужно себя вести, чтобы я стала самостоятельной, независимой от маминой любви, от ее воздействия, от ее внимания. Понимаете? Мы не жертва, мы не ждем от мамы, ничего не поменяется, пока мы от нее ждем. Она не заинтересована в переменах. Я заинтересована, значит, я должна менять свое поведение. Вот такой запрос у вас базовый большой психолог. Первая часть вопроса про как реагировать на маму, с которой бесполезны все диалоги. А вот это вопрос про здесь сейчас, про реакции, что мне делать, она меня не слышит и условно мне не дает покоя. Так, смотрите, не общаться, все очень просто, игнорируя. Мы всегда отзеркаливаем поведение человека. У меня должны сформироваться, то есть я за вас говорю, у вас должны сформироваться правила поведения с мамой. Что мне приемлемо, что нет. Например, мне не нравится, если мне говорят, ты плохая мать, не сварила борщ, контроль, куда пошла, что сделала, вот это вот все бытовое. Берем этот пример. Я ей об этом, во-первых, заявляю. Кому молчим, ничего не меняется. Не орать, материться, оставляем всю эту историю. Орете вы и материтесь от своего бессилия, от своей огромной обиды, потому что вы хотите результата. Мама как стена не слышит, поэтому мы повышаем обороты в разговоре, обороты голоса, громче кричим, используем группу и слова. Вы ждете реакции, вы долбите в стену, поэтому повышайте ставки и грубость свою, чтобы реакция пошла. Реакции нет. Нет, это стена. Видите, не работают ни матерки, ни крики. Не надо это делать. Оно не заработает в один момент. Не тот подход. Ваша задача максимально безэмоционально с ней общаться. Не реагировать вообще на нее, не показывать реакцию. Вот у меня есть своя правда, свои правила поведения. Не выпишите для себя на листочке, как я не хочу, чтобы мама со мной общалась. Рядом в столбе, как я хочу, чтобы со мной общались. Вот мои правила. Если со мной по правилам, как я хочу, общаются, вот ваша норма должна быть, то тогда мы с ней в диалоге. Например, мне не нравится, если она меня критикует, там, ты не погладила одежду или погладила, да не так и так далее. Та дочь идет в школу, там, я не знаю, мятым в чем-то там еще что-то, в общем, до чего-то докопаться, типа, можно, да? Как в этот момент, вот, надо какую-то конкретную ситуацию вам рассказать. Вот мне это неприемлемо, это в моем списке, как мама со мной общаться не должна. В моем списке мама может, например, сказать свое мнение, значит, говорит о том, что я должна вот так делать, да? Если она вас критикует, критику что позволяет? Я ей отвечаю. Ваша задача первая, маме не отвечать и не реагировать, без эмоционально с ней общаться. Если она как радио говорит, представляю маму в виде радио, она там что-то критикует, я выхожу из помещения, я выхожу из комнаты. Если ее заткнуть не получается, она не слышит. Я прерываю контакт вот этой радиосвязи, я эти волны слушать не хочу. Пусть общается сама с собой, потому что ее общение направлено, вот, вы смотрите, ее задача, неважно, там, как она это делает, доколупаться до вас, чтобы у вас пошла реакция, был конфликт. Ей процесс нужен. Тогда она поднимает свою самооценку, понимаете? Так вот, ваша задача не вступать в диалоги, не реагировать, безэмоционально общаться, удаляться, не вступать вообще в диалог, не давать ответ, не надо упираться, защищать. Вы 30 лет защищаетесь. Что, результат есть? Как говорите, нет, мама, так все со мной в связке. Потому что не надо отбиваться. Ваша задача игнорировать, тогда все пройдет. Вот. Диалог – это, когда два человека говорят, вы отвечаете, поэтому есть диалог. Потому что вы в обиде, вы ждете, что мама поменяется, бла-бла-бла, что-то поймет, вы все еще ждете от нее любви, поэтому вы вступаете в диалог. Забейте. Она что-то поймет, когда останется наедине с собой. Когда гнобежка к вам, которая пойдет у нее на саму себя, вот тогда она о чем-то будет задумываться. Пока вы ей с ней в диалоге общаетесь, реагируете, она дает стимулу, вы даете реакцию по собаке Павлова. Все очень просто. Резона, какой вы хотите, никогда у вас не будет. Вы всегда будете в этой склоке, в ее контроле. Обрезайте контакт. Пусть она своей жизнью занимается, себе подруг, ищет мужиков, кого угодно. У меня есть правило, как мама со мной общается. Так вот, если мама доколукуется до чего-то, ваша реакция. Если тебе, как несколько вариантов. «Я услышала тебя». Очень красивая, шикарная фраза. Когда не хочется вступать в диалог, ты не разделяешь мысли человека, и он тебе не нравится. Можешь сказать «Я тебя услышал». Все, точка. «Я услышал». Но это не говорит о том, что я буду делать так, как ты хочешь. Вторая фраза. «Я поняла». «Спасибо, я сама приму решение». Ну, что-то в таком роде. «Тебя услышали». «Окей, спасибо, благодарим за участие». «Но я сам, если вам хочется показать человеку, я сам буду принимать решение». Типа «Отвали, все». «Окей, ты сказал, тебя выслушали». «Но-ка делать, как ты говоришь, я не обязан». Следующее. Мы можем вообще запрещать человеку говорить «Мама, я не буду говорить на эту тему». Или «Тебе не нравится, как я погладила?» «Ты зачем мне это говоришь?» «Тебе что, жалко внучку?» «Что там, не знаю, пойдет в школу в мятой юбке?» «Я недостаточно хорошо погладила». Типа «Не говорите на себя то, что никогда плохо». «Не называйте себя плохо мать или еще кем-то». «Не нравится?» «Так возьми перегладь». Она, например, отвечает «Ну, ты же ее мама, ты же гладила». «Так вот, если…» «Да, я погладила так, как считаю нужным, моя личная граница». «А если тебе не нравится, возьми, переделай». «Я не против, пожалуйста». «Тебе хочется?» «Переделывай». «Но говорить о том, что тебе не нравится, не надо». «Я сделала, меня все устраивает». «Тебе не нравится?» «Ты не мне это говори, а бери и переделывай». «Понимаете?» «Мы разграничиваем». «Диалог опять убирается». У нас две параллели идут. «Я сделала, мне нравится». «Тебе не нравится?» «Переделывай, но не говори мне об этом на связи с тобой». «Две параллели в действиях». «Вот что, ваша задача – вести параллели с ней». «Не вступать в диалоги, у вас скоки, у вас нереализованная потом к маме, обиды с детства, поэтому вы материтесь, ругаясь, это ваше бессилие». «Понимаете?» «Параллели введем». «Никаких диалогов, никаких объяснений, оправданий. Вы ничего никогда не докажете. Она к этому сама должна прийти. Пока вы не даете выпускать пар через вас, она никогда ни к чему не придет. Запомните. Вот, короче, это для начала такие моменты. Общайтесь с мамой только на своих правилах. Все. Никаких других больше нет. Надеюсь, это видео было полезно. Пишите ваши комментарии, кто может что-то девушке посоветовать. Этих историй очень много. Это куча моей практики. Я в этом зуб уже наточила, я знаю, о чем говорю. У нас каждый, блин, третий ребенок в детстве битый. Честно, своими родителями какое-то физическое или моральное насилие было. Советское вот это вот все время пережитки эти. Так что давайте помогать друг другу. Если есть вопросы, пишите в комментариях или давайте советы. Я думаю, что многие через это проходили. Лучший всегда способ решения — это жить по своим правилам, не подстраиваться под правила других взрослых, потому что вы уже взрослые. Спасибо за внимание. В инфобоксе я оставляю свою почту. Вы можете написать мне тема, письма, консультация. Я окажу вам психологическое консультирование. Спасибо за внимание. Всем пока.